Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и в преддверии дня всех влюбленных, я понимаю, это праздник не наш, но это лишний повод отпраздновать и нарядиться, поэтому почему бы и нет, в преддверии этого праздника я решила превратить себя в красивую розовую валентинку и покажу, как это легко и просто повторить вам. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто поддержал меня добрым словом. При моей легкой болезни я уже выздоровела, при моей легкой болезни ушка, о которой я рассказала в прошлом видео, очень поучительная история получилась. Все, кто меня поддержал в личных сообщениях в моей группе ВКонтакте, подписывайтесь, нас там уже много по Спинг ТВ. Всем огромное спасибо, всех люблю. Я оглашу те продукты, которые мне понадобятся для создания этого яркого образа. Я возьму карандаш-консилер, можно использовать белый карандаш, он мне понадобится для разметочки. Белый аквагрим, если у вас его нет, можно использовать просто консилер. Или же светлый тональный крем, который вы купили, но не использовали. И два цвета теней, ярко-светло-розовенькие из палеточки Ипфория от Revolution London. И, конечно же, более насыщенные из палеточки от Ava. Можно, в принципе, экспериментировать с цветами и текстурами, выполнить это все в блестках, стразах или же другого цвета других марок. Ну, а глазки будут максимально простыми, нюдовыми с помощью палеточки Chocolate Gold от марки Too Faced. Подробный обзор с честными сводчами на все эти продукты я уже записывала и, по традиции, оставлю в описании под этим видео. Обычный белый карандаш, купленный в магазине Подружка, он мне понадобится, чтобы сделать разметочку. Если что, легко и просто подровнять ватной палочкой, не создавая мазни на лице. Разметочку в виде сердечков. Чтобы сделать ее более удачной, я сначала сделаю все сердечки на одном глазике, а потом просто их постараюсь синхронно перерисовать на второй. Буду заполнять пространство внутри этих сердечек с помощью белого аквагрима. Я уже предварительно налила в крышечку чистой кипяченой водички. Можно также использовать вместо аквагрима консилер, он тоже подойдет. И выбрать кисточки. Я выбрала две кисточки. Для этого процесса более широкую плоскую лопаточку, синтетическую, для заполнения крупных деталей. И вот такую узенькую синтетическую, купленную в магазине для художников, для более тонкой прорисовки. Безумно просто. Чем ярче, тем я сильнее начинаю оживать, прям глаз блестит. Теперь переходим к цветовому заполнению. Заполнять можно любыми цветами, любыми текстурами. Можно, в принципе, оставить как есть. Просто как есть. Это больше выглядит на маленьких привидений. А мне нужно добиться эффекта сердечка. И поскольку сердечки трендовые двухцветные, их я буду делать двухцветными, Сначала сделаю вот таким нежно-розовым матовым по текстуре с помощью палетки Revolution London Эйфория. И вот такой буферной кисточкой, синтетической, узенькой, плотненькой, слегка затушую внутреннюю поверхность контура. И следующий оттенок в самую сердцевинку сердечка. Для объемности этого рисунка я добавлю матовый по текстуре, насыщенный розово-красный оттеночек из палеточки от AVEN. Все внимание на сердечки. Глазки будут предельно простые и в нюдовых цветах, чтобы одно от другого внимание не отвлекало. Я уже взяла свою шоколадную палетку от марки Too Faced Chocolate Gold. И базовым цветом, вот этим нюдовым, белым по текстуре и матовым по текстуре, вот такой обильной пушистой кисточкой я пройдусь по территории бровки, точнее под бровью, вот между этим всем рисунком, между художеством, уголок глаза, территорию подвижного века и немножко растушую на территорию нижнего века. Закрубленную пушистую кисточку, снова палеточку от Too Faced. И этот матовый по текстуре нюдово-коричневый оттеночек, легенько закладывая в складку между веком и подвижным веком. Белый карандаш на внутреннюю слизистую глазу снизу. Освежаю черную тушь на верхних и нижних ресничках и приклеиваю накладные ресницы. Пока мой клей на накладных ресничках постепенно подсыхает и меняется в цвет из беленького на прозрачненький. Расплету косички, превращу это все в кудряшки, надеюсь кудряшки будут хорошие. И, конечно же, покрашу губки. Этот образ крайне понравился. Я думала, конечно, кудряшки получатся покудрявестей, но получилось очень даже хорошо. Мне интересно узнать ваше мнение по поводу того, что я сегодня создала. Лично мне этот макияж крайне нравится. Я бы даже сказала, идет. Куд поднимает настроение, поднимает позитивные эмоции. А это самое главное, чего я хотела добиться этим образом. Всем спасибо за ваш просмотр и регулярную поддержку моего розового комьюнити. Творю добро, творю яркость, нарядность. И развлекаю, как могу, в столь сложный мировой период. Ну и вы не забывайте поддержать меня своими большими пальцами вверх, подписочкой на мой розовый канал и поставить колокольчик, так как я стараюсь на регулярной основе что-то новое показать, научить, рассказать. Ну а вам я хочу пожелать крепкого здоровья и отличного, самого любовного, любовного, радостного розового настроения. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пусть Пинк, и до скорых очень ярких встреч.